Так, поехали. Рубрика обзоров персонажей по их тизеру и по анонсированным разработчиками о Билкам. Поехали. Моё мнение о персонаже, о роли в команде и так далее. Байлу в этот раз смотрим. За Байлу мы играли, у меня она была, поэтому я много чего интересного о ней могу сказать. Пойдём начнём с тизера. Моё мнение о тизер. Киллер лид. С крышалочком. Окей, вот такая вот трейлер боевой, миленький, миленький хиллер, пятизвёздный, местная Чича из стандартного баннера. Е-е-ей. Литра или Чича, на самом деле, персонаж, который умеет хилить пятизвёздный, находится в стандартном баннере. Тип электрический, путь изобилия, изобилия хиллеры. Ну, начнём с электричества. У нас у всех будет сервал бесплатная, которая эрудиция и неплохо ауешет, неплохо снимает электрические уязвимости. Так что, ну, я бы не сказал, что электроперс супер прям сильно необходим. Многие, может быть, будут выбивать Цзиньюаня, это генерал, который тоже суперсильный перс эрудиции. Ну, и там есть ещё другие персы, я сейчас на вскидку из электро вспоминаю только этого персонажа разрушения, который Орландо. Вот, в целом, ну, я не думаю, что электроперс прям супер-супер сильно необходим. Что касается пути изобилия хиллер, ну, сами понимаете, бездну надо проходить на скорость. Как и в Геншине, нужно успевать проходить бездну, убивая врагов. Да, есть такой момент, что враги там иногда такие жёсткие, что без хиллера, щитовика или, ну, какого-нибудь воскрешателя, как Байлу, бывает тяжело. Особенно на первых парах, пока мы не докачаемся до высоких уровней. И, соответственно, до тех пор, пока враги не начнут нам наносить не очень много урона, который там, типа, нужно выхиливать. Бездна в Ханкая на время, спрашиваю в чате. Она на ходы. Тебе нужно за определённое количество ходов уложиться, она не совсем на время. Тебе нужно успеть убить врагов, не потеряв слишком, не потратив на это слишком много действий. Вот, поэтому в целом, конечно, как хиллер, персонаж, ну, ну, Чича, да, не супер прям необходимый, наверное, для гейм-контента и всё такое. Но, как я не... как я люблю говорить, любому персонажу в Ханкая найдётся своё применение и в сложном контенте в том числе. Лично я выбил Байлу на прошлом тесте, и она мне помогала в сложных виртуальных вселенных очень хорошо, особенно своим воскрешением. Она достаточно хорошо хиляла, ну, и немножко пробивала там уязвимость своим электрическим уроном в целом. Вот. В зависимости от того, какие пачку врагов будут, может быть, будут враги уязвимы исключительно к электрическому урону, и тогда мы будем собирать пачку из Орлана, Байлу и Сервал. Всё может быть, правильно? Поэтому, в зависимости от того, каких мобов разрабы будут вводить и каких мобов разрабы будут ставить в бездну, все персы пригодятся. Вот. А белочки? Ну, базовая атака, она носит электрический урон хвостом. Да, если кому-то интересен геймплей на Байлу, у меня очень много видео, потому что она у меня была, и во всякой бездне, и в виртуальной вселенной она у меня есть. Байлу уносит с собой свой любимый инструмент, тыкву-горлянку, когда Байлу трясёт тыквой, мгновенно восстанавливает хп союзников, вдохновляет их, при этом эффект исцеления распределяется между союзниками случайным образом. Вдохновение не суммируется. Хил прыгает рандомно, накладывает вдохновение, это пассивка, которая прохилит перса после того, как он получит первый урон, то есть это не просто мгновенная хил, но ещё и подхил после урона, чтобы там не умереть, и вот. Неплохо хиляет, в целом довольно удобно, иногда попадает никуда надо, но достаточно всё равно сильно. Ульта выхиливает сразу весь отряд, и также накидывает эффект вдохновения, чтобы тоже после ульты было несколько, один-два хода, чтобы персонажи после получения урона хилнулись ещё раз. Это, так сказать, даёт такой пассивный, как бы, щит из здоровья. Не щит, но прохил, возможность похиляться. В целом удобно, хиляет здорово. И суперская пассивка, которая воскрешает персонажа один раз за бой после смерти. Смерти, это, конечно, прям вот то, что нужно, наверное, пятизвёздному хилеру, тем более пятизвёздному хилеру из стандартного баннера. Не раз меня в целом спасало. Замечал, что помогает и в бездне. В бездне не только надо пройти на время, но ещё и чтобы получить все звёзды, нужно не потерять персонажей. Вот. Не потерять более одного персонажа, по-моему, если я правильно не ошибаюсь. Типа одного можно потерять, но если уже два умрут, то всё. То минус звёздочки. Техника после Ешки. Просто битва начнётся с пассивным лечением, с этим вдохновением на персах. Ну, юзнуть можно, в принципе, иногда помогает. Техника не самая важная. Обилка, да? Таланты, которые пассивки при прокачке персонажей. После активации первого следа, когда боевые... Наверное, первого. Я не знаю, в порядке ли они расположены. Когда боевую исцеляет выбранного союзника, выше его макс хп, макс хп цели временно увеличивается. А выбранного союзника выше его макс хп. Ну, короче, если оверхилл, то увеличивает хп. Я, честно говоря, не помню эту пассивку, может быть, я её не качал. Может быть, я её не вкачивал, прям не обращал внимания на увеличение макс хп. Ну, звучит неплохо, особенно с другими персами, которые, например, играют от макс хп. На данный момент это только хиллеры, но когда-нибудь... Хотя, не, не только хиллеры, ещё персонажи разрушения, в принципе, очень заточены на хпшку. Вот. Но когда-нибудь появятся персы со скейлами урона от макс хп, как в геншине. Так что, я думаю, что со временем тоже станет полезнее и пригодится. Следы это консты, спрашивают в чате. Нет, следы это пассивки, которые персонажи вкачивают между возвышениями, как в геншине. Только на их прокачку ещё надо будет потратить ресурсы небольшие. То есть, условно говоря, это вот талант, который открывается на 50 уровне, на 40 уровне возвышения, и потом на 60 уровне. Я не помню, на каких уровнях они открываются. Но вот это вот они. Следы это просто таланты. Обычные следы можно качать, а вот это уникальные следы, которые открываются с определённым уровнем. Второй след. Активация этого следа позволяет вызвать дополнительный эффект вдохновения, чтобы теперь две пассивки можно было. Это позволяет дольше остаться в живых. Два вместо одного, да, звучит сильно хорошо, полезно. Тоже, опять же, такой вот пассивный подхил, чтобы не умирать, чтобы не ваншотали после того, как уже были заюзаны там все хилки, ульта и так далее. И последним после активации этого следа вдохновлённые персонажи получают ещё и меньше урона. Тоже круто, опять же, пока висит вот эта хилка, ещё меньше урона. То есть она не только хилер, который может спасти из экстренной ситуации, когда у персонажа останется уже мало хп, она скорее такой хилер, который старается поддерживать хп всех персонажей на максимальном уровне. То есть если у вас в пати байлу, скорее всего, ниже там 70-60% у персонажей хп падать особо не будет. Она вот как такой вот перс, который именно пассивно держит выживаемость и, да, добавляет нормально. Та же Натаха, например, она как, ну, типа, например, Ешка, она более точечно хиляет, да, чтобы выхилить более раненых персонажей. Ульта, ну, ульта, конечно, хорошо выхиливает всю пачку, насколько я помню, прям мгновенно, как условная Барбара, да. Вот такая вот байлу. Мнение, персонаж хороший, как и все персонажи в Ханкая, скорее всего, пригодится. Ну, конечно же, вначале выбить не очень хочется из стандарта. Хочется выбивать дамагеров, чтобы и бездну посильнее пройти, быстрее контент проходить, пробивать. Да и хилер у нас есть. В одну пачку это Наташа, бесплатная четырехзвездка, а в вторую пачку, если очень нужен, либо хилер, либо щитовик, всегда есть Март, щитовик хороший, классный тоже, с которыми проходится в целом весь контент относительно нормально из четверок. Поэтому, ну, байлу, конечно, не тот перс, которого хотелось бы видеть на начале, на релизе игры. Вот. Все, ютуберцы, не забывайте ставить лайк, Косики, приходить на стримы и обязательно заглядывать 26 апреля на релиз игры. Вот. Надеюсь, такие мини-обзорчики вам тоже нравятся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok